Интересная до недавнего времени теория получила новые доказательства, которые вполне материальны и их можно проверить. Ученые выявили статистически значимые совпадения между генетическими маркерами у современных людей и некоторыми видами одомашненных животных, а это также позволит находить генетические различия между нашими предками и параллельно развивавшимися группами. При изучении древних окаменелостей различных родственных видов из рода Homo, потому как процесс одомашнивания у человека разумного в значительной степени начал усиливаться ещё на стадии заселения планеты. Результаты исследований подтверждают признаки синдрома одомашнивания у современных людей на клеточном уровне, включая и нервный гребень. Первые шаги в подтверждении гипотезы были предприняты ещё в 2012 году, когда учёные провели ряд экспериментов над обезьянами Бонобо, которые подтвердили, что отбор против агрессии у млекопитающих может оказывать множественное воздействие на их морфологию, физиологию, поведение и психологию. И что эти результаты напоминают синдром изменений, наблюдаемых у домашних животных. Одомашнивание человека — это гипотеза, которая гласит, что одну из ключевых ролей в антропогенезе сыграл своеобразный искусственный отбор самих себя, когда люди при выборе своих спутников опирались на более просоциальное поведение. Образно говоря, женщины и мужчины выбирали партнёров для спаривания и совместной жизни, тех, которые не дрались, не кусались и не ругались матом, а также сотрудничали с остальными членами группы. Здесь можно немного отклониться и понять, почему мужчины и женщины любят одних, а женятся и выходят замуж за других. Особенно характерное стремление одомашнить наиболее антисоциальные элементы проявляется у женщин, а также некоторые социальные инстинкты, о которых я скажу позже, смешиваясь рождают вот такие вот ситуации, как в фильме «Гардемарины вперёд». Помните? Анастасия, звезда моя, кто это и почему вы опять целуетесь? Это последний русский, Серёжа, он меня понимает и жалеет. Но вернёмся к науке. В исследовании были проанализированы схожие геномы у современных людей, одомашненных животных, диких животных и вымерших представителей рода хомо, включая и неандертальцев с денисовцами. Вся эта работа была проделана ради поиска генов, которые отвечают за такие характерные черты одомашнивания, как добровольное и сознательное подчинение другим и менее злобный внешний вид. Результаты продемонстрировали не случайное количество генов, связанных с доместикацией, которые пересекались между домашними животными и современными людьми и не совпадали с их дикими живущими и вымершими аналогами. По мнению учёных, полученные данные усиливают гипотезу о самоодомашнивании человека и причисляют этот процесс к антропогенезу, а именно к той части эволюции, которая делает нас людьми и объясняет наш социальный инстинкт. То есть наше стремление к социальному взаимодействию. Тут считаю нужным пояснить, а то сказал умный термин социальный инстинкт, все дружно кивнули, сказали про себя ага и пошли дальше пить чай с плюшками. А у этого термина довольно широкое понятие, очень даже интересное и значимое. К социальным инстинктам можно отнести различные формы консолидации. Сразу расшифрую или напомню, дабы не заставлять напрягать память. Родственная консолидация – это когда жизнь и репродуктивный успех одной особи, несущей определенную генетическую информацию, может быть пожертвована ради репродуктивного успеха другой особи, несущей ту же информацию. А это залог более долгого процветания этих генов. Своего рода подтверждение теории эгоистичного гена. Вертикальная консолидация – это подчинение большей части группы одной особи или узкой их группе. Горизонтальная консолидация или взаимный альтруизм – когда люди склонны к самопожертвованию ради других, ожидая от этих других, такой же реакции, проще говоря, ты мне, я тебе. Неродственная изоляция – это обратная сторона родственной консолидации, то есть изоляция относителей чужих генов. Очень просто можно этот инстинкт написать на примере любви к отечеству и ненависти ко всему иноземному. Вот сейчас прошу не сильно ругаться, потому как с точки зрения науки это тоже инстинкт, поэтому на нём часто и играют с людьми многие желающие и при этом глупцами можно назвать лишь тех, кто не понимает, что ими манипулируют. Кстати, по причине ловкой манипуляции на этом инстинкте в мире бушевало большинство войн и не только в прошедшем времени. Даже на пустом, казалось бы, месте в настоящем времени развиваются конфликты, причины которых здравомыслящему человеку без 100 грамм и не понять. О будущем, думаю, таких конфликтов будет только больше, пока народ не поумнеет, а это не скоро. Я немного изменил в этом видео способ подачи информации, поэтому в конце задам вопрос. А сейчас я продолжу. Конформизм. Это приспособленчество, то есть пассивное принятие существующего социального порядка, политического режима и готовность соглашаться с господствующими мнениями и взглядами и общими настроениями, распространёнными в обществе, а также отказ от собственного мнения и личной ответственности за совершённое. К примеру, это не мы такие, а что я могу сделать, жизнь такая или эта система и т.д. Клептомания. При понятии как инстинкта, тут обычно употребляется не обычное определение, как желание чего-нибудь стибрить в супермаркете или у соседа, а лживое поведение и различные виды обмана. В том числе и в половых отношениях. Тут даже и объяснять не надо. Кстати, во времена Шопенгауэра считалось, что самое лживое существо на планете – это человек, но некоторые виды животных демонстрируют куда более изощрённые его формы. Тут надо сделать примечание, что на отношения хищник-жертва это не распространяется. А воровство в данном аспекте определений зависит от формы вышеописанных социальных инстинктов, преобладающих в обществе. Так у конформистов воровство носит бессистемный характер, а при преобладании родственной консолидации воровство почти невозможно и зависит от степени родства. В горизонтально консолидированной группе воровство – это по типу взял в долг и забыл отдать. У групп с преобладанием вертикальной консолидации воровство преобладает у самых низших особей, в то время как высшие чины не воруют, а просто берут, поскольку им и так всё принадлежит. Стоит отметить, что определение этих характеристик в масштабах стран затруднено. Вот такое грандиозное отклонение получилось всего из одного термина, что подтверждает важность не только иметь словарный запас, но и понимать его значение. Однако вот такие приобретения были уготованы для нас эволюцией. Итак, вернёмся к исследованию. Одной из подсказок для учёных в пользу теории самоодомашнивания было характерное поведение людей, такое как подчинение, терпимость, а также стремление приносить пользу другим людям и обществу в рамках коллективного современного познания. Второй подсказкой были внешние отличия современного человека от древних сородичей в плане более грациозных внешних и внутренних признаков, приобретённых в результате индивидуального развития. Видео о признаках одомашнивания уже есть на канале, поэтому углубляться не буду, там и про Дмитрия Беляева с лисицами тоже есть, и учёные в нынешнем исследовании частично опираются на достижение этого выдающегося генетика. Для изучения признаков одомашнивания учёные первоначально составили список известных на данный момент генов, и сравнили их с неандертальскими и денисовскими, а также с генами одомашненных животных и их диких предков. И результаты подтвердили совпадение между одомашненными животными и у современного человека. А для исключения ошибки сравнивались также генотипы как человека, так и не самых близких родственных видов, а именно орангутанов, шимпанзе и горилл. В результате у них не было выявлено перекрытие генов с одомашненными животными. Следующим шагом для учёных станет изучение влияния этих генов на поведение, анатомию и мировоззрение. А в завершение видео я хочу узнать, а точнее спросить совета у зрителей, какой способ подачи информации наиболее приемлем, с учётом, естественно, того, чтобы не превращаться в балаган и не отклоняться от научной линии. Я не говорил особо в прошлых роликах о целях канала, но считал, что это вполне очевидно, так как повышение образованности в обществе ведёт к его выздоровлению, а усиление интеллекта ведёт к возвышению над некоторыми инстинктами, среди которых и религия. Хотя для многих каналов при выборе тематики настоящие научные направления не представляют интереса, так как проще нести разный лженаучный бред на столь любимые зрителями темы про великанов, НЛО и о тайных заговорах археологов. А что вы думаете по поводу способа подачи информации? А также есть у меня ещё один интерес к космической тематике и квантовой физике. Поэтому возможно в будущем, если всё получится, будет ещё и эта тема на канале. Тему можно просматривать отдельно в плейлистах. На этом не прощаюсь, но жду комментариев, лайков, подписок и естественно адекватных советов и подсказок. Субтитры создавал DimaTorzok